Итак, всем шалом! Мы начинаем сегодня новый Симан Рейшнун Бет. От халат малаха мистеемет бешаббат. Начинать какую-то работу, которая будет завершаться в шаббат. Немножко деврей мусар, такая страшная история. Что делать, если жена перерастает мужа? Называется. История такая, поменяем имена. Но Лея захотела подняться по карьерной лестнице. А мы знаем, как они поднимаются. Но не суть. Даниэль принял это с пониманием, ее муж. И ради ее учебы он трудится в три смены. И помимо этого, заботу о детях взял на себя. Домашние какие-то вещи тоже взял на себя. Пошло время, и Лея прекрасно устроилась. Ее зарплата выросла вдвое. А отношения в семье становились все хуже и хуже. Успех вскружил голову. Образованная, преуспевающая Лея все больше убеждалась, что ее простоватый Даниэль ей уже не читал. Перенесемся в более древние времена. В Торе появится рассказ о том, как Мирьям с Аароном обсуждают Цепору. Вы помните эту историю, да? Цепору, жену младшего их брата Моше. А то Сафот раскрывает нам содержание беседы. То есть, когда Моше женился на этой простой медианитянской девушке, он был кто? Он был никто, его никто не знал. Он был беглым, да, египтянием. Бежал из Египта. Однако сейчас, говорит, ты Моше, что у тебя жена какая-то кушитка медианитянка? Возьми себе девочку достойную. Ты поднялся уже, пора ей куда поменять? Подумать о более представительной, родовитой жене. Вот эти как раз-таки разговоры и вызвали гнев Творца. Почему? Как известно, Моше был вынужден бежать от гнева фараона. И Трой испугается, что Моше беглый египтянин, что ему за это тоже влетит. И он бросит Моше в яму, где Моше проведет 10 лет. Уитро в тюрьме Моше проведет 10 лет. Более того, он его даже не кормил. Он должен был умереть в этой яме. Но его дочка Ципора будет приносить еду, и благодаря ей, она, да, написано в Медра, что благодаря ей Моше выживет. И в итоге, вот так вот, потому что он узнал, что он беглый, он боялся. И Трой сам был беглый изъедет, он понимал, что настигнет. И он не хотел, тем более, да, но и так у него проблемы с властью. Египет правил тогда мира. И Ципора, получается, спасает жизнь Моше. И когда ей, благодаря ей, как рассказывает Медра, что когда Моше в итоге, она, да, скажет, что Митро узнает, что Моше еще жив, он говорит, как он еще жив, он его выпустил, говорит, ну, время, говорит, уже прошло, и они будут возвращаться, и Моше увидит этот меч Эскалибур, да, он увидит посох, посох, который передавался из поколения в поколение. Это был посох Адама, да, на котором были вычерплены буквы Децах, Адаш, Беахав. Это было кроним десяти казней, которых, да, мы читаем в пасхальной Агаде. Никто не знал, что это значит. Но Итуров выкрал это сокровище из усыпания сокровищницы в Параона и принес его, но когда он пришел туда, где он пришел, он облокотился на посох, и посох врос в камень. И никто не мог его сдвинуть. Это было невозможно, да, он врос в этот камень. А Моше увидел его, сказал, какой красивый, говорит, что это? Он говорит, ну, это, говорит, посох, говорит, никому не поддается. Моше подошел и взял посох, и поднял его спокойно, вырвал этот меч. Оттуда и легенда из калибра пошла, да. Так Итуров понял, что Моше особенный, если он смог этот посох достать. И начинается, он отдает за него кого? Конечно же, свою дочь в сепору. Но сейчас Моше только благодаря ей выжил. И когда он женился, затем творец порушает Моше вывести в рейф из Египта. Величие и почет не вскружили голову Моше. И он до конца сохранял верность своей жене. И поэтому про Моше написано «Эвэденээман» каратало. Верным рабом, он был верный. Он был верен тому человеку, который был с ним, когда он был еще никто, который кормил и спас ему жизнь. А если вернемся к нашей истории, то Лея забыла, кому она обязана своей карьерой. Если бы память не была столь короткой, люди умели бы быть признательны друг другу. Скольких проблем можно было бы избежать? Как мой папа говорил, всегда говорит, будь очень почтительным с людьми на своем пути вверх. Потому что ты всех их встретишь на своем пути вниз. Когда полетишь вниз. Жизнь такая. Ты должен понимать, что все люди, которые на пути вверх, ты начинаешь вступать. А что? Всех этих людей ты встретишь на своем пути вниз. Сюда мы видим на примере Мушет, что такое Эвед Нейман Каатало. И на самом деле многие браки трещат по швам, потому что жена начинает превосходить мужа. Начинает получать более высокую зарплату. Что-то на самом деле это не должно быть претеновением. То есть, да, надо всегда помнить, что благодаря кому ты достиг этого всего. Окей. Друзья, давайте здесь начнем. Итак, тема – это начать какую-то работу, которая будет делаться в шаббат. Начать ее до шаббата. Разрешается начинать какую-то работу до шаббата или до емтова, даже если она будет продолжаться в емтов и в сам шаббат. И по этой причине разрешается получать выгоду от того, что само по себе делалось в шаббат. Причем даже такую работу, которая издает звук в шаббат. Мы знаем, что в шаббат есть еще одна такая вещь, музыка громкая какая-то вещь, шум, год отбойный молоток. Тоже, да, мешают. Но здесь даже если ты начал эту работу до шаббата, и она продолжается сама по себе в шаббат, разрешено. Поэтому можно открыть воду, кран, поливалку твоего сада, например, до шаббата, чтобы она работала и орошала поле. И весь шаббат вода будет идти и поливать землю. Но ты к этому уже не имеешь отношения. Это шаона шаббат. Альминат шияфильме, эйлавбе шаббат, это мамыторот. Где лаашкот, это айцим и так далее. А из которых говорят, что можно даже настраивать, вы знаете, такой прибор в Израиле очень популярен, называется шаон шаббат. То есть ставить программы, которые ты до шаббата их программируешь, чтобы они включали тебе разные экраны и поливали тебе твои там цветы, виноград, то, что ты выращиваешь. Есть махмиримбазэ, но есть, которые здесь устражают. И поэтому, чтобы избежать этого мнения, потому что второе мнение, оно опасается чего? Это говорит, как это выглядит. Ты, может быть, все сделал по лохе, но как это выглядит? У тебя работает, например, ты в шаббат поливаешь землю. Поэтому есть такое понятие марит айн. Поэтому, чтобы этого избежать, надо повесить табличку. Все, что вы видите здесь работает, работает по принципу шаон шаббат, которые были там запрограммированы заранее. Так как если ты ешь сосиски соевые с молоком, повесь большую вывеску сосиски соевые, и тогда не будет проблемы маритайн. Ахмедина, ледидян. Но если хотите знать, по сухому закону, по-нашему, айкар лээкэль базэ гам блиш, и толь пэтэк биша. Можно облегчить, и даже без вывески. То есть, если ты сделал все до, запрограммировал все до шаббата, можно чтобы это делать в шаббат. Мутар. Латэт мэрэ в шаббат гдэра им тапшиль шло нитбашэль калал. Аль габэя эш. Аав. Шитбашэль олэхумитбашэль мээйла бешаббат. Вэхэн мутар лээллиг этанэр. Мэрэ в шаббат. Ви ду лэкэд бехолэ шаббат. По этой причине можно поставить блюдо на огонь, которое совершенно было сырое, и будет готовиться весь шаббат. Да? Пусть оно готовится в шаббат. Или то же самое зажечь свечу до шаббата, в пятницу, чтобы она горела весь шаббат. Мутар латэт хит. Хитим мэрэ в шаббат самухла хашиха. Летох рэйхаем шэльмайм. Можно добавить пшеницу в пятницу, да, до наступления шаббата. В жернова водные. Что за рэйхаем шэльмайм? Не знаю. А в шэгэм туханим у машмим коль бешаббат. Пусть даже они будут продолжать мельчить и издавать звук шаббат. Потому что, по-нашему, мы облегчаем в этом. Кидат мэрэ мэрэ шурханарух по мнению шурханаруха. А ва латэт хитим лэ рэйхаем шэльмайм бешаббат. Уверэлэ сун тохэн минатура. Ну, если ты делаешь это в шаббат, даже если это работает, но ты туда добавляешь что-то в шаббат, ты нарушаешь иструю дуэрэйта тохэн шаббат. Это сто процентов. Мутар латэт бгадим лэ тухэн. Всем привет. Привет, Дима. Ты только подключился? Да. Как это? Ты же давно уже подключился? Нет, только сейчас увидел, что удалось войти. Может быть, я просто не увидел раньше. Вау, ты такой замес получил. Окей, мы говорим про вещи, которые можно начинать. Да, что можно начинать работу до шаббата, если она будет продолжаться в шаббат сама по себе. Да, и приводим разные примеры. Можно начинать готовку, можно даже какую-то другую работу начать. Да, потому что запрет именно делать работу в сам шаббат. А смысл того, что должна быть какая-то часть же изготовлена, имеется 40% соотношения, нельзя же нулевую оставить на шаббат? Очень хорошо. Сейчас зайдем на это. Бендросай, мы это уже учили. Что необходимо, чтобы блюдо было готово до шаббата хотя бы на минимально съедобном уровне. Был такой разбойник Бендроса, который ел в попыхах, и он ел почти сырое. Есть вахлог и траш и рамену там по поводу того, это одна, на одну треть или на половину должно быть блюдо готово. Но остальное разрешается, чтобы было в шаббат. Но ми-икар-один, мы сейчас говорим, по сухому закону, мутар латет бгадим литок махунат квиса, автоматит бере в шаббат. Можешь забить полный барабан стирки в стиральную машину автоматическую. До шаббата пусть даже саму хлышкия та хама, недалеко от захода солнца, леофиль кодем шлыкия та хама, чтобы она начала работать. Ви михабесит, вы улегет бьем о шаббате. Она будет стирку там делать два часа, пусть делает. И даже она издает звук. И, может быть, люди будут опасаться, смотрите, он стирает шаббат. Можно. И поэтому солдаты, которые приезжают со своего отдыха, их вызывают в армию в пятницу. Они приезжают уже после обеда. У них очень мало времени остается. Они могут забить с барабаны свои одежды для стирки. И после муцей шамад забрать их уже с чистой одеждой. Но наши святые братья Ашкиназим, есть такие, они идут по мнению Ромо, который устрожает категорически в этом. Он опасается в этот звук, когда идет звук. Нет, люди будут думать, ну как это у тебя все жужжит, все шипит, все работает. Но, чтобы ты знал, что даже по мнению Ромо, если в этом есть нужда, например, опять-таки про тех же солдат, они приходят, у них короткий отдых, они приезжают, реально просто они не успеют постирать. То есть им можно разрешить, даже по мнению Ромо, по мнению Ашкиназима, которые мы акмирим, на шумные приборы. Это очень интересно, да? Будильник. Будильник. Приходишь на шаббат, утром на шагале шаббат вставать надо? Надо, конечно. А, у меня часы электронные не работают, я их в шаббат не нашел. Правильно. Что делать? Можно ли до шаббата поставить будильник, чтобы он тебя разбудил? Разрешено ставить будильник в пятницу, чтобы он... Что же выключить надо? Шаон, извиняюсь. Шаон не орер. Уже Шаон в этом будильник. Фитси. Но это имеется в виду, короче, вот такие часы, которые управляют электричеством, чтобы он погасил электричество в шаббат. Посредством включения этих часов в розетку. Они, короче, так выглядят, часы, они с розеткой. И ты вставляешь их в сеть, и она тебя вырубает, она тебя выключает электричество. Почему? Потому что люди заканчивают трапезу зимой. Ты посидел, у тебя свет горит всю ночь. Ты не хочешь, у тебя выключает свет? Мы часто засиживались на трапезах, и я обращал внимание, что и свет погас. И мы же таки в полумраке сидим. А как бы люди сразу понимают, что пора уже уйти. То есть, да, у них все уже настроено, когда трапеза заканчивается, свет вырубается очень красиво. И так же можно их настроить, чтобы на следующий день они снова включились вечером. Это программируется. То же самое, если на шаббат выпал йом тох, то же самое можно настроить в шаббат эти часы, чтобы свет горел, когда нужно в шаббат. В йом тох. И в шаббат в йом тох. Тем более можно облегчить и подготовить электрические часы в шаббат. С пятницы. Включить настроек таким образом, алминад шея хашмаль йидлак, чтобы электрические часы включались в йогбе и выключались мейлав само по себе в шаббат. Однако. Нельзя разрешить лекшорет охут шелешаон бэкэшэр анива има кафтора хашмали бэцем йом о шаббат. Ав шейно самух ларега хакибуй. Эле царих лекшорет охут лэметега хашмаль мээрэв шаббат. Ага. Но подвязывать провода в сам шаббат запрещено только до шаббата. Что значит подвязывать? Нельзя делать с шарем, нельзя делать, я не знаю, наверное, его подключается как-то. А, соединит вопровод. Да, соединит провода, нельзя в шаббат, завязать нельзя, чтобы это все заработало. То есть ты должен встраивать это в розетку, всю систему включить до шаббата, да. И что интересно, да, потому что ничего не произойдет, когда ты подключишь провода. Почему не произойдет? Потому что ток не идет, он даст сигнал только в то время, которое ты сделал, через шесть часов, и вот шаббат уже идет, ничего, соединит провода, ничего не происходит. Почему я сделаю своим действием так, чтобы потом это случилось? Потом это случилось. Ну вот я говорю, ну нельзя, почему он это пищит? Ну-ка, понятно, что электрические провода нельзя, это очевидно. А он говорит, нет, это не очень очевидно, я могу подумать, а что я сделаю? Я ничего не сделаю. Потом, когда это будет, это будет. И на самом деле, это не так просто. Например, у меня была ситуация в шаббат. Открылся холодильник, или открыли холодильник, и включился свет в холодильнике. Не было лампочки. Но, слава богу, так получилось, что через какое-то время начинает мигать свет в холодильнике. Пам, пам. И в эту секунду, когда угас, достаточно много времени, что можно дверь закрыть. Можно в этот момент дверь закрыть, и все нормально. То есть, ты ни к чему не привел. Ты мог бы подумать, что здесь тоже, как бы я соединяю, потом это даст сигнал. Ничего. Я думаю, ликшор, кешер, это, видимо, это все связано со зданием цепи. Окей, не знаю, мы не пользуемся, поэтому вам трудно судить, что это за прибор. Да, я пробовал в Израиле, я очень хотел тоже в Москве это сделать. Что-то мне сказали, что это так сложно, они не разбираются здесь. Это электрик, да нет, вы что, тут все замкнет, как эта штука. В Израиле спокойно их ставят. И ставят их, вот оно то и дело, что в розетку, тогда регулируется только эта розетка. То есть, ты вставляешь такую штуку в розетку, и в ней, в самой, в этой штуке есть тоже розетка. И теперь ты через него включаешь свой прибор в розетку и программируешь прибор, который вставлен в розетку. Может быть, лампа, может быть, что угодно. И когда он, да, случится в шаббат, он это включит либо выключит. Он светлоги регулирует. А в Израиле эту штуку монтируют в счетчик. Вот это в счетчик, я хотел бы, это было бы вообще огонь, это нереально круто. Но вот это как бы наши, не знаю, электрики побаиваются. Надо найти специалиста, безусловно, кто-то это делает, но, да, вот я столкнулся, что-то как бы, да, электрики все это боятся делать. А вот эти барабаны еще как это. И им кейван это шаббат, мэрэв шаббат, лэхаббут это хашмаль бэлэйл, шаббат бешат мисуемет. Убэлэн шаббат ротсэлэ аширо дулек, ад ша мэухэрэд йотэр, мутар лэазизитам мухарашон, вэлэхаванам рэшат рэсуя. Пожалуйста. Но если ты, Инна поставила нас, думаешь, что закончим трапезу уже где-то в 9 вечера и пойдем там спокойно уже спать. Инна запрограммила, что в 9 вечера у тебя выключится электричество. Теперь в 8.30 нормально, один за другой рюм, когда ты что-то так разогнался, не хочешь гостей отпускать, не хочешь продлить свет, ты можешь подойти к этому шаому шаббату и перемотать его на 2 часа еще вперед. Потому что эта штука сама вообще механическая. Там пружинка отстреливает время. Ты просто добавляешь, никакого вообще там нету близко даже. А когда пойдет и случится, можно. Виколь зэддавка бэшон ши в ад шабэ эт шмоны эт шэ мэшанэ этазманки буй эномэ ватэль этпуээлээта шаон. И это только с такими часами, которые при перенастройке не отменяют предыдущую, короче, не знаю, вахагон шаон шаамахуг умишта хрэлядэ лэхидца бэхаюцебазэ а валь шоуна пуэль альядэ ха врага шебэ шамарпэ это ха врага нивсэкэт пэлээта шаон. Но это из этих часы, которые при изменении отрезают контакт и там меняется заново. Ешла ахмир, так делать нельзя. Шабэлда шоуэта махугим бешабад, чтобы не менять стрелки в шаббат. Вераг бэмаком сорок гадоль ешла ахель только в случае большой нужды можно облегчить. Вэймру цэла ахдим это зман акибуи эйн лэ атир бэхоль офэн. А но если он хочет раньше сделать выключение, это запрещено делать в любом случае. Ты смотри, как интересно. Если ты хочешь продлить трапезу, ты уже запрограммировал на 8, она выключит. А ты просто покрутил, и вот теперь выключат в 9. Так можно. А сказать, всем выключить не можешь. Шаббат можно продлить? Да, продлить можешь. Потому что уже запрограммировано выключение. Эта штука, она выстрелит, и у тебя все выключится. А ты просто, когда пружинку, она механически как бы сделала, позже выстрелит. Но сделать так, чтобы она выстрелила раньше, чем ты ее запрограммировал, нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Потому что ты называешься Гурэм Кибуй. Ты стал причиной того, что свет погаснет. А это запрет мудрецов. На самом деле включать свет нельзя. Выключать Дерабанан запрещено. Нельзя так делать. А там ты ничего не сделал. Это не Гурэм. Она и так, и так бы выключилась. Она выключится. Ты сделай это позже. То есть то, что она выключится, ты к этому ничего не сделал. Она и так, и так выключилась бы. А здесь она выключилась бы, ты ее выключаешь сейчас в 7 часов. Она выключилась бы восемь. То есть ты ее выключил восемь-семь часов. Это ты горам на семь часов. Вот так вот делать нельзя. В Ираке мьеш холе афилу имейнбоса кана мутар гамбазе. Но только если есть больной, даже сравнивает опасность для жизни. Для него можно сделать и это. Мы сказали дэрабанан перед холе отходят. Если это дэрабанан, ради холе шаэньбоса кана отступают. Все надо сделать человеку то, что ему надо. Убилвачи из эршило икрав этмехугеа шаон йотермидай. Сегодняшнее занятие посвящается Лилу Нишмат Эбека Бат Акива Алнаудам и Наоми. Эш Тавраам сегодня у Нью-Йорк цейд. И также за здоровье за здоровье Исахар Бен Эстер и хана Бат Мирьям. Вет шабетай Бен Хана. Вет шабетай Бен Хана. ОК. Продолжаем. Убилвачи из эршило икарев этмехугеа шаон йотермидай тенихбе биядам хас вешалом. Биядай. Да, и когда ты это все делаешь, будь очень аккуратен. Руками не перекрути, не выруби свет. Ты можешь случайно, да, выключить. И тогда, получается, ты руками выключил свет. Это очень важно, что выключи свет. Не дай Бог. Вет шабетай Бен Хана. Все эти законы связаны, они очень классные. Если бы мы этим пользовались, нам было бы это... Мы поняли общий посыл. Это шем. Да, если что, как бы есть законы, как пользоваться этими часами. Телефон. Телефон. המחובר לו מכשיר הקלטה, анекдром, мезгиря электронית, что-телефон, мекбал הודעה למסור את шуму, ктובתу, ктובתу, и векишту. Веколь. 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 Субтитры делал DimaTorzok Это автоответчик Автоответчик, помимо того, что он отвечает Он еще и записывает то, что тебе говорят То есть, например, если человек работает врачом Или работает какой-то, это ему важно Ему звонят люди И они будут звонить ему в шаббат Окей, так, извините, я сейчас не могу подойти по телефону Оставьте свое сообщение, я вам перезвоню после субботы И человек говорит ему такое-такое Он начинает наговаривать Если ты сделал все это до шаббата То это может работать в шаббат При условии, что в своем городе большинство не евреев Да, даже если тебе будут звонить евреи Это неправда Нету здесь опасения Потому что есть такое понятие Даже если ты ничего не нарушаешь Он нарушает Он еврей Ты не должен никаким образом облегчать Способствовать Быть стимулом для другого еврея в его нарушении Это запрет Тора и Сурду Райта Лифней и Вер Лутитен Мехшоль Слепым не став подножку Да Это утримует Тора То есть, как слепому подножку поставишь Кто-нибудь так сделает Это конечно То же самое с этим человеком Он не понимает Ему не хватает знаний Он не понимает Что он делает с собой Со своей вечной душой Да, как это ему вредит Он просто не знает этого Нельзя этим пользоваться Он слепой А ты ему ставишь подножку Зачем? Да, это и Сурду Райта Поэтому, если в городе большинство евреи То нельзя А они скажут А, ничего Можно ему позвонить У него там автоотвезд Зато он сразу узнает Они будут этим пользоваться Не давая им даже повода Чтобы они даже один раз позвонили Хотя они и так звонили Из-за тебя Да, то есть, не надо Там, где большинство евреев Дальше מה שמצוי כיום שמעמידים מכונות מיוחדות שכל אחד יכול לתת שם איזה מטבעות ועל ידי לחיצה על כפתור באופן אוטומטי Как это называется Вендинговые аппараты Да Которые работают по принципу Что закидываешь туда такую монету А она что-то двигает И крутится И тебе попадает еда Или напиток Так вот По величине монеты Которые ты туда вкладываешь Там никакого человека нет Она сама по себе работает Если ты владелец Вендинговых аппаратов И ты работаешь в городе Где большинство евреев Ты должен закрывать Эту штучку Вход для монет Вер в шаббат Не можешь работать Лифней Вер Будет проходить еврея Которые не соблюдают Увыгает твоего аппарата И купит его Если у меня там целая корпорация В Израиле Этой компании Я должен прям закрыть все аппараты Должен закрыть все аппараты Либо Взять партнера не еврея Целая история Которая откажется закрывать Проценты Если твой аппарат один Нельзя Нельзя Чтобы не подставлять людей Под нарушение субботы Но если у тебя Вендинговые аппараты В Москве Где большинство Понятное дело не евреи То можно его настроить До шаббата Положить туда Запить еду и напитки Потому что на самом аппарате Нигде не написано Что это Там Рабиновича Стоит аппарат Стоит аппарат Никто не знает Что он еврейский В Ираке Только если этот аппарат Стоит там Не знаю В Ешиве Понятно что это Территория еврейская Да То тогда конечно Можно его стражать Даже если мы находимся В Москве Чтобы такие аппараты Не работали Где например На Барина Рощ Что Там еще Не-не У нас нет Еврейских А я даже Конечно Ты что Еврейский Рубам Иудим Где Какой там Барина Рощ 307 Ну это много Но это не По нашим меркам Ох Это еврейский район Сколько там Живет людей Десятки тысяч Огромный район Асур Лишмош Рим О Хадашот На радио До шаббата Вот Очень важный вопрос А можно ли смотреть Уже включенный телевизор И слушать радио В шаббат Я его не включал Я сел рядом И слушал Асур Запрещено Слушать Музыку Песни Или новости От радио В шаббат Афима Радио Ухан Было включено До шаббата Али Дэс Шаон Автоматия Автоматическими часами Что угодно Я новости Простить не могу В шаббат Кто победил Челси Надо обязательно Включить Нельзя Амадлик Это радио Махабегу Мейла Даже если оно Включается И выключается Само по себе Вот это нельзя Даже если его Включили не евреи Нужно устражать Мишум Зилута Дэшават Может это Зилзун Это немножко Это уже другая причина То есть в принципе Да Ну не евреи Вот у нас К сожалению На пансионе У них есть телевизор В предбаннике КПП У охранников И все проходят Через него А охранник Спорит телевизор Что ему делать В шаббат Он включает телевизор Играет музыка Играет что Я говорю Если смотрите Чтобы здесь Никого не было Пожалуйста Или люди ходят Там в моменте Можно Но если кто-то Зашел И выставляется В телевизор Смотрит Надо выключать Нельзя Нельзя Зилут шаббат Вот там Есть еще причина Не говорить какие Вот там Во-первых Это просто неуважение К шаббату Мы говорим В кедуши Да Им ташив Если ты будешь Оберегать ноги свои Раглыха Да И начинается И так же Говорить Политика Все вот эти вот вещи Да Просто разговоры Я уже Залю шаббат И поэтому Даже если Радио Арух Мэрэв шаббат Радей шаон шаббат А Эйн ла Тирбазэ Даже если ты Повесишь Плакат Что я Все Настроил Свою радио До шаббата Все равно нельзя Тем более В Израиле Где к сожалению На этих радиостанциях Работают Евреи То есть мало того Ты еще и получаешь Пользу От работы От нарушения Евреев шаббат Поэтому если у тебя Сосед Еврей Который Убил телевизор Или радио Ты не можешь Слушать это радио И телевизор Даже с польграйтом Проходишь Надо не слушать Это митсуа Нет Все равно Звезуль Все равно Это Звезуль Ни шаббат Ни это дело Нахшивно Хадошот То есть в чем идея Как бы все видят Почему у него Работает радио И телевизор В шаббат Да Он еще урок Слушает Двойной удар Просто Это вообще провал Это тот Еще и еще Который отошел И любил В шаббат Выходить Покурить сигарету А в руках У него был Кцот Ахошин Кцойс Это такой Высочайший Пилотаж Профессор Самый вообще Сложнейший Вот Покологический Вообще Просто Головоломки А он Прикинь Он говорит Я в жизни Я стал нерелигиозным Но я не так и не нашел В жизни Большего удовольствия Чем учить Вот этот Кцойс Ахошин Они кайфуют Бывают К сожалению Такое Интеллектуальное У него очень много Сладких Всего Другого Это же очень интересно Большая мудрость Да Но не дай бог Хас Халила Хас Вшал Ахмана Лицлан Луалей Чтобы Вот на самом деле Так вот По этому Учит Тору Вот до чего Может дойти А шумер О, окей Вау один Шаслур Лицстакал Бетелевизия Белет Шаббат Тору Само Нельзя Смотреть Шаббат Телевизор Афим Нариха Лида Шагон Автомат И даже Сомбул Ключон Автомат Чески До Шаббата Шрабо Амана Ходен Сот Лида Исраэль Мехал Шаббат Бо 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 Ульпан Шаббат Потому что Там тоже Многие К сожалению Евреи Получается Ты получаешь Какую-то Выгоду От работы Евреев Шаббат Ну и конечно же Не надо уже Говорить Что Вообще Говорит Шумер Навшо Даже В будни Должен Шумер Навшо Ярахэк Бехлаль Вообще Отдалиться Министер Смотреть Телевизор Даже Просто Временами Моя жена Сейчас дает Курс По Сниюту И такие Вещи Просто Я сам Получается Нереально Как бы Раньше Устроено Но Одно Такой Момент Она Сказала Что Валахот Написано Что Законы Ихуда С каким Мужчинами Можно Уединяться Или нет Если Мужчина Смотрит Телевизор То Как бы С ним Уединяться Там Уже Короче Это Влияет На Аллаху Смотрит Человек Уже Такой Знаешь Он Уже Вся Кое Видел Снимал Есть В телевизии От Тех Ни Мород Негаим Ос Рот Бех Лет Да Потому Что Есть Такие В телевизоре Показывают Которое Вообще Запрещено Смотреть Предсуд Нураве Хатер Это Шкафот Зарод Да Предсуд Какие-то Развраты И вообще Какие-то Идеи Которые Являются Просто Кфирой Мировоззрение Какое-то Которое Вообще Не имеет Отношения К реальности Столько Мусора Каждый Как бы Кто это Что это Зарод Ларуах Туратейну Которое Просто Является Чуждыми Для Духа Нашей Торы Святой Ведеврей Кфира Вэапи Корсус Окей Менвар Мушавлейцим Битультура Помимо Того Что это Мушавлейцим И Битультура То есть Уже Не говорим Про Да Просто В конце дня Такой Ну Может Может Да Даже может быть Митсва Ну Если Это Не Понятно Что-то Нормально Смотри Человек Это Не Битультура Человек Должен Наврать Силу Чтобы Учить Тора А Почему Ты Пошел Спать Битультура Учить Да Если Это То Что Дает Тебе Силу К Сожалению Да Мы Маленькие Люди Я Тоже Не знаю Сознание И все Прихожу Делаю Еще Что-то Делаю Обязательно Отдохну Но Это Что-то Включаешь Должны быть Вещи Разрешенные Понятное Дело Разрешенная Вещь Отдохнуть Можно Отдохнуть Можно Отдохнуть Как ты считаешь Отдохнуть Разрешенным Образом Но Нужно Это Важно Делать И Поспать И Отдохнуть И Послушать Музыку Все Что тебе Нравится Если Понимаете По средине дня В разумных Поле Конечно Это не должно Быть самоцелью Это должно Быть отдыхом С целью Восстановить силы Для продолжения Служения Всевышним Понятное Дело Что все Усилители Микрофоны В шаббат Включать Нельзя Потому Что Здесь Есть Электричество Рожига И Тушение В шаббат Для Если Это Делается Ради Митцвы Синагоги Равин Хочет Выступить Со слабым Голосом Или Это Делается Даже На Шаббат Нельзя Большой Синагогой Например Его Просто Неслышно Или Он Читает Тору Только Последствием Усилителей Нельзя Здесь Облегчить И Также Запрещено На Кассете Что Слушай На Записи Чтобы Тот Записывал Что-то В шаббат Запрещено На Строить Диктофон Для Записи Уроков Шаббат До Шаббата Интересно Почему Почему На самом деле Жалко Обалденный Урок Дает Твой Любимый Рав Каждый Шаббат Ты каждый раз Жалеешь Не мог Записать Шаббат А ты Взял Так Грамотно Подготовился И Настроил Диктофон Чтобы Он Включился В шаббат Записал Урок Потом Включишь Нельзя В шаббат И поэтому все эти праведники, хазаны и певцы, которые пишут свои записи и продают их, должны быть очень аккуратны, чтобы не получилось так, что их записи шаббатных песен люди будут ставить себе в шаббат, которые не соблюдают шаббат, им не продавать, то есть либо писать, либо как-то это предупреждать. Однако, мейкарадин мутарляк лечра визимрадышем михерата клатот. Но, да, по сухому закону, ради продажи можно записать, сделать записи. Главный принцип получается, что нельзя из-за того, что шаббат не включить? Это другое он говорит. И еще, говорит, я предупреждаю всех тех, кто записывает песни, кому вы их продаете. Если вы их продаете аудитории, которая шаббат не соблюдает, песни шаббатные, знаете, что он сделает? Он думает, что шаббатные песни надо включать в шаббат. Он их включит в шаббат. Он не понимает, что шаббатная песня. Вы понимаете, да? Шаббатные песни люди, как бы, человек, который соблюдает шаббат, он будет разучивать, будет петь в шаббат. А человек, который не соблюдает шаббат, он купит себе этот диск, чтобы слушать его в шаббат. Написано же шаббатные песни. Когда их включать? На диске надо писать, не слушать шаббат. Но хорошо, что вы написали на всех дисках. просьба убедительная, да, у нас на Вести, как написано, всегда, не выносите в Шаббат, когда не было Ерува, да, а ты обязан это сделать. Почему? Потому что ты даже косвенно принять участие, стимулировать человека, он не понял, он думал, это для Шаббата, написано для Шаббата. На Вести, не выносите в Шаббат. А, написано, когда не было Ерува, да, написано, не выносите, люди брали, брали с собой домой и нарушали Шаббат, из-за того Вести, как классно эти пишут, чтобы что люди сделали. Сейчас Баруха Шем, да, постарался, все у нас изменилось, наша реальность. Окей, еще одну, да, еще две Аллахи, закончим этот тиман. О, ставить будильники, мы хотели про будильник, вы еще про будильник не сказали. Можно настроить будильник до Шаббата, чтобы он звонил в Шаббат. Да, но имей в виду, хорошо, если у тебя заводной, он пристанет звонить, а если у тебя электронный, он будет звонить, пока ты не нажмешь кнопку, и ничего сделать будет нельзя. А если в телефоне поставить будильник, который выбереташку? Да. Можно, да? Да, он говорит, можно ставить, говорит, будильник. На айфоне можно поставить будильник? Ну, айфоне, не айфоне, можно стать будильник, айфон тебе в данном случае работает как будильник. Поставь авиарежим и включи будильник. У тебя телефон лежит. А что у тебя? Он не у тебя. Он лежит на зарядке, да, и звонит перед кроватью. Ты же его не носишь с собой, его же мукса. Но, да, пусть поставь авиарежим, чтобы тебя больше не беспокоили звуками, и настрой часы, будильник, и пусть звонит. А если это пружинка, то можно его выключить ударом по будильнику. Круто, да? То есть у тебя обычный будильник? Обычный будильник. Можешь его даже выключить. А правильно, что ты сделал? Я не знаю, как там устроена пружинка. Да? Но, видимо, когда ты нажимаешь, там просто защёлка, это тяга пружинки уходит, и она распускается. Я остановлюсь. То есть ты просто убираешь вот эту вот щелку, которая, да, а так она стянут, она будет ещё какое-то время звонить. Тебя это будет? Можешь стукнуть, чтобы открылся. Всё, нет проблем никаких. Тут нету никакого электричества, ничего нету. Поэтому разрешена. Убешон нурэн козэ афи мая сагур мэрэ в шаббат. Верутся ли втог лагарим. Вот так, да? Убешон нурэн козэ афи мая сагур мэрэ в шаббат. Верутся ли патхо. Велэгарим. Это кавторг дэйши и сэсэ бэша. А мы ведет лагаро еш латир ласоткен. Вау. А в механическом будильнике можно даже, если ты забыл его поставить в пятницу. Который не на батареях. Да? Да. Афи мая сагур мэрэ в шаббат. Не может быть, я не понимаю. Афи мая сагур мэрэ в шаббат. Расторг он был выключен до шаббата. Верутся ли патхо. Велэгарим. Это кавтор. А ты его открываешь и там натягиваешь в эту штуку. Пружинку. Гдэйши и сэсэ, чтобы он зазвонил в другой час, который тебе нужно, чтобы тебя разбудили. Еш латир ласоткен. Можно разрешить так делать. Еш латир. На батарейках это механическое. Вычислить на батарейках. Как ты спрашиваешь. На батарейках это механическое. Если они на батарейках, как они механические? Не понимаю. Обычно. Часто как бывает. Они же на батарейках. Они же защитные батареи работают. Потому что на батарейке работают стрелки. А сам будильник, он механический. Ты его крутишь. Вот надо, чтобы был махарной, а не на батарейках. Чтобы он был поражен. Может, есть такие. Векен им. Шахах. Вау. Вот это надо прямо словом повторить. Ну, пцик, что здесь написано. Поэтому, если ты забыл завести свой будильник, чтобы он тебя разбудил. До шабата. Мутар лим ле то бе шаббат. Где еще и ци на уреро. Можешь шаббат его завести, чтобы он тебя разбудил. Ну, это, наверное, есть специально будильник. Не, ну, в принципе, слушай, если представь просто конструкцию. Можно в шаббат крутить что-то? Можно. Ну, да, покрутил. И там он тикает, тикает, тикает. А потом начинает звонить. Он стучать начинает просто, да? Громко. Это тебя будет. То есть, в принципе, если бы ты эту конструкцию, любую можно конструкцию придумать, чтобы не нарушать шаббат. И это работает. Поэтому будильник, он говорит, даже в шаббат можно поставить. Вы знаете, это просто фантастика. Это действительно очень нужно. И последнее. Аллаха. Митсва лимашмеш бекисей абгадим бере в шаббат самухла хашиха. Где щилу и ебаем дворим. Это митсва работает. Вы слышите? Перед шаббатом проверить карманы, когда ты выходишь, когда нет эруха. Это митсва. Потому что, дай бог, ты не вынес в кармане что? Аздыврей мукца. Или какую-нибудь мукца у тебя, может быть, в кармане. Перед тем, как выходишь на рашюта Рабим, есть митсва, проверять полностью карманы. Мы особенно. Если ты в эруха, тем более. Если ты дома, ты привык, ты что-то засунулся в карман. Бумажка, что угодно может попасть в карман. Например, трапезы, что-то, салфетка. Обидно. А ты ее понесешь. Окей. Работаем. Мы закончили. Барухашем с иман. Следующий с иман. Шият, тавшиль, аль-тирам, эреф-шаббат. Приготовление правильного чоланта, кугеля и других блюд до шаббата в шаббат. Окей. Безадошем продолжим. Я с вами прощаюсь. Всем и шарко. Хорошего дня. Дорогой брат. Жаку Баруха. Спасибо. Заким, уброшим. Спасибо.